О сохранении памятников говорили и в Сальвичегодске. Там прошла научно-практическая конференция архитекторов и реставраторов. Событие предваряет 100-летний юбилей Сальвичегодского историко-художественного музея. Елена Кермич с подробностями. Сберечь великое наследие купцов Строгановых леет мотив масштабной научно-практической конференции. Она объединила историков, краеведов, искусствоведов и культурологов всей страны. Главный посыл – таких памятников, сохранивших не только отличный внешний вид, но и великолепное внутреннее убранство, осталось немного. И каждый дороже золота. Здесь, я не знаю, в силу чего, в силу прекрасного воздуха, прекрасных климатических особенностей и так далее, все сохраняется просто лучше на севере. Поэтому, конечно, если при всех этих условиях мы это потеряем, то груша цена нам. Еще сто лет назад сохранением реликвий занялся Илья Томский. Он стал первым директором музея. Во многом благодаря ему Архангельская область обладает уникальными памятниками архитектуры и искусства. Старейший из них – 16 века. Должны владеть информацией исторической. Мы должны как можно глубже вникать в ней, чтобы лучше понимать наших предков, чтобы лучше понимать то наследие, которым мы владеем. То важно, это нужно, в первую очередь, для национальной какой-то самой идентичности людей. Иметь в своих фондах такие памятники искусства мечтает сегодня едва ли не каждый крупный музей. Например, русский часть полотен забрал себе. Но все-таки главные культурные богатства сохранены в Сальвичегодске, в столице богатейшей империи купцов Строгановых. Слушая доклады профессионалов, понимаешь, что сделал Сальвичегодск, но не только, что сделали Строгановы, что сделали люди, которые вышли из Сальвичегодска, как сам город повлиял на развитие вообще масштаба целой страны. Основные реликвии 16-17 веков сосредоточены в Благовещенском соборе. Его коллекция уникальна. Высокохудожественные памятники декоративно-прикладного искусства и древнерусской живописи полностью покрывают стены, столбы, своды и арки собора. Это вклад Строгановых. Иконы, художественное серебро и лицевое шитье неоднократно представляли отечественную культуру на российских и международных выставках. Сальвичегодская школа, школа Строгановых, это привязка к месту величайших, вкус имеете в виду, величайших достижений искусства и понимания того времени. Так вот, Строгановы были великие знатоки этого искусства. Помимо Благовещенского собора, Сальвичегодский историко-художественный музей включает в себя еще пять памятников. Все они федерального или регионального значения. Это дом купцов Хаминовых, дом ссылки Сталина, школа-мастерская народных ремесел и другие. Общий фонд музея насчитывает около 8 тысяч уникальных экспонатов. Елена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29.